здравствуйте друзья добрый день у нас в четырем часам дня приближается и вторник сегодня я ушел с работы отучил свой класс там с утра и новая группа я всегда первый урок веду в новых группах вот я ее отучил со всеми попрощался и завтра в это время мы уже будем плыть на круизном лайнере здоровенном из лос-анджелеса туда на юг в сторону панамского канала заходом там в мексике в пуэрто и в никарагуа где-то мы зайдем и в коста-рику потом по панамскому каналу потом зайдем в колумбию оттуда островок такой есть карибский аруба по-моему он голландский хороший красивый так все хвалят это самая руба и оттуда уже недалеко от майами есть такой город форт форт лаудердейл вот там пристают круизные лайнеры туда мы пойдем и там у нас запланирована встреча с блогером наталья и квик которая обещалась подъехать и чтобы мы так вместе погуляли потому что у нас там будет не знаю часов 5-6 между самолетом и высадкой из кораблика вот так что ну посмотрим как там дальше будет тоже на время поездки а это две недели где-то мы я уже сбился то ли 21 то ли 22 декабря а сегодня 5 значит мы вернемся уже обратно и в это время мы поступим таким образом я буду делать один сюжет как бы итоговый за день скажем первый день что у нас было первый день второй день 3 то есть соответственно их там будет не знаю там 14 15 таких кому интересно путешествие я уж там не не знаю я замечал исторически что у нас путешествие меньше смотрят но я как бы постараюсь сделать это более может быть занимательно но но не знаю что могу сказать конечно если кроме green card лотереи ничего на уме нет так уже что там какая какой-то панамский канал правда но я вижу в этом некоторую возможность показать как люди отдыхают мы поговорим там и про круизы в целом мы прогул поговорим и про цены то есть это на самом деле вполне такое удовольствие доступное если не гнаться за какой-то там супер роскошью если не гнаться за тем что это в какой-то вот такой сезон они такой сезон то есть сезон и когда все намного дешевле дальше зависит от каюты или она с балкончиком либо она без балкончика но все-таки с окном туда в океан либо внутренние каюту так по коридору идешь вот тут те которые смотрят на океан а тут те которые без окна вообще там все внутри вот те подешевле соответственно которые без окна и так далее то есть все кто хотел там поехать куда-нибудь на круиз поехали и не не сильно потратились так я могу сказать то есть 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 варианты бюджетники вполне поэтому мы поговорим вот про круизы ну и заодно там про разные страны и там нас будет еще вместе с нами 16 человек то есть там какая-то компания своя мы к ней примыкаем мы я не уверен знаем ли кого-то уже может быть вполне может сложиться так что кого-то мы знаем все-таки мы много народу знаем на местности но не обязательно очень познакомимся там может быть наверняка интересный народ появится интересный народ может удовольствием что-нибудь расскажет уже и про америку и про свою жизнь и так далее то есть я надеюсь что нам удастся как бы создать такой полезный поток вот этих видео и значит что дальше значит одно видео будет на день а поскольку я человек творческий и у меня иногда и по 5 и по 7 бывает так что чтобы не перегружать канал и тех кто не сильно интересуется путешествиями и всякими такими аспектами этого дела я буду вывешивать все остальные на второй наш канал который называется партнов блог вы можете пойти на скажем там youtube.com слэш партнов блог и вот это второй наш канал и вот там то есть там может быть день будет и 34 я уже не знаю сколько там нас снимется я люблю показать в общем-то и сам корабль я люблю показать что там дают покушать тоже вот сам я на диете вот вы видите на моем лице те кто моему лицу привык что есть как бы некоторые изменения значит но тем не менее это не не отменяет как бы радости таскать созерцания вот начал покажу что чем там кормят он ну и места всякие которые мы будем посещать тоже же интересно не знаю вот мне например интересно я бы с удовольствием посмотрел вот наверное и все то есть есть место где мы будем складывать один сюжет в день а есть место где мы будем подробненько может не за там два может быть три может быть четыре в дополнение к тому поэтому кому интересно будет те могут пойти и посмотреть сегодня наверное уже не буду ничего делать собственно я ну да я сегодня это вот один интересный сюжет который у нас есть вот утром рано мы вылетаем в лос-анджелес где-то мы там часов донь до десяти мы уже будем там посадка на корабль технически вот знаете как интересно тоже кишечка технически это значит начинается в 2.30 но на самом деле 2.30 это значит что ваша каюта готова подняться на корабль можно гораздо раньше то есть если мы в 10 приехали в 11 мы значит там на месте уже подошли к этому пункту где там пропускают народ просто еще дойти на там как правило такая очередь стоит там народ движется если мы даже в 11 уже на корабле то нас пустят на корабль мы можем там посидеть в баре мы можем я не знаю там на палубе в бассейне там где угодно но просто номер еще не готов так что я может пойду там поснимаю пока народу мало так в целом обзор такой по кораблику сделаю в общем через сутки в это время я думаю что мы уже и отчалим тоже но ну посмотрим в общем технически в 2.30 все должно быть готово сейчас у нас 4 может и в 5 она идет я не знаю честно вот как то я не посмотрел там есть расписание движения я не в курсе вот такая вот такая история то есть завтра рано утром но мы встанем я не за там в 5 тут нам езды до аэропорта но если трафика нет то минут 35-40 но что-то я сомневаюсь чтоб трафика не было там день в 7 утра там пол седьмого ночи посмотрим может быть пораньше немножко поедем как обычно бывает вот такой завтра будет хлопотный день поэтому завтра я не знаю получится ли у меня что-нибудь сделать из сюжетов если получится я прямо из лос-анджелеса подгружу дело в том что на круизных лайнерах вот мой опыт такой очень плохо с интернетом то есть не тоже с вас не возьмут деньги если вы хотите заплатить с вас возьмут но дальше выяснится что скорость какая-то чудовищно низкая два года назад когда мы плыли по карибским островам из-за пуэрто-рико так но просто ужас был то есть я даже вот приноровился делать видео не и не hd а такие какие-то совсем такого скажем так более чем скромного качества ну потому что подгрузить невозможно какой смысл его делать если вы подгрузить нельзя но обычно когда ты в портах находишься там хороший интернет но другое дело что когда ты стоишь в порту то ты не не думаешь о том чтобы подгрузить видео ты думаешь о том чтобы пойти куда-то там на пляже побыть на экскурсию какую-то там смотаться и так далее поэтому ну в общем что сказать а в лос-анджелесе я надеюсь там связь хорошая и мы может быть оттуда чем подгрузим я не знаю я люблю делиться тем что вижу я искренне так радует и думаю их надо чтоб все посмотрели вот кто интересуется заранее извиняюсь если кому-то интересно ну так устроено так устроено за те пару недель что мы будем там много интересных событий должно произойти в соединенных штатах я не хочу сейчас в это сильно вдаваться но может быть может сойдутся вместе две версии налогового законодательства законодательства из палаты представителей и сената и там их подпишет президент будет закон новый это может произойти очень драматическая вещь может случиться я не знаю случится или нет по-моему это 9 декабря когда будут обсуждать бюджет и должны были в сентябре но отсрочить на три месяца то есть там сделали три месяца правда продлили деть денежку денежку а дальше скажем там просмотрим и вот демократы хотят чтобы при принятии бюджета также было было положение о вот этих вот так а да вот эти вот дети которые не несовершеннолетнем виде прибыли в америку чтобы их защитить от депортации и поскольку в августе президент трамп отменил указ обамы как раз по этому поводу о защите от депортации этих детей там 800 тысяч их зарегистрировалась вот вот эти 800 тысяч и и как-то вот вроде бы все хотят это сделать чтобы их и дальше защитить от депортации но как-то вот нет нет энтузиазма со стороны республиканцев как-то не просматривается хотя вроде бы вот так вроде бы даже и хотят но но как-то ничего не делают и демократы упираются и говорят что значит вот надо включить в в бюджет дело в том что при обсуждении бюджета поскольку там нужно две трети голосов то без демократов они никак не могут за не должны договориться демократы год вот главное что им трамп то обещал он правда здоров так обещать чтобы потом отказываться но было обещано что это будет вот вместе с с этим делом специально же отсрочили вот когда отсрочили бюджет было сказано когда будем дальше обсуждать это включится и так далее и такое вот кидалово как бы намечается но и дальше у демократов не будет рычагов если они сейчас с этим делом не разберутся поэтому говорят о том что может случиться временный шатдаун то есть без демократов они не могут демократы требуют эту даку соответственно может получиться такая история что правительство останется без денег то есть им придется временно там с работы отправить какое-то количество людей там и и так далее в общем это все-таки потенциально драматические события они обсуждаются в разных вариантах возможность их обсуждается поглядим вот наверное и и все о текущих событиях связанных с нашим путешествием поэтому я приглашаю всех путешествия вместе с нами я знаю что у нас зрители разные то есть одних интересует конкретно путешествие или там не интересует путешествие есть люди которые смотрят все подряд просто потому что это вот ну как бы нравится наш канал там мой светлый образ там светлана и так далее искрометный юмор естественно наш анекдоты советской эпохи в общем короче я думаю те кто так вот интересуется просто каналом они смотрят все равно вот а я вас приглашаю тех кто смотрит тех кто не смотрит приглашаю с нами путешествие и конечно блогеру в радость когда больше народу смотрит что там говорит когда время тратишь когда так сказать и душевные силы какие-то раньше не только вот хочется чтобы отдача была счастлива и до скорых встреч возможно уже завтра